Высший госсовет союзного государства состоится 4 ноября. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем Следственного комитета России Александром Вастрыкиным. В этом году ведомством обеих двух стран по 10 лет реформирование следственных органов Беларуси и России шло почти параллельно. Первая круглая дата – повод подвести итоги. Как и прежде, бороться с преступностью намеренным вместе, общие усилия позволяют повысить эффективность расследования уголовных дел на территории двух стран, будь то уклонение от уплаты налогов или коррупционные преступления. Новое время – новые вызовы. Ведомства оказывают друг другу поддержку в раскрытии преступлений в сфере высоких технологий. Накануне состоялись переговоры Александра Лукашенко с Владимиром Путиным в Москве. Лидеры в том числе много внимания уделили вопросам безопасности и работе следователей. Хорошие были вчера мероприятия на уровне президента Беларуси и России. Мы о многом договорились. Это очень серьезная договоренность. Таких мы еще шагов не предпринимали, как за эти три года подготовки и выдача этих союзных программ. 28. Сегодня правительство уже будет обсуждать здесь, в Минске, заседание союза Саунина. И где-то, по-моему, 4 ноября, в День народного единства в России, мы проведем это мероприятие, высший госсовет, и думаем, что мы сможем их уже окончательно утвердить. Но в этом направлении уже начата очень серьезная работа. Надо пласт целый перевернуть законодательство, чтобы к этим договоренностям приспособить внутреннее законодательство переработать. И особенно наши межгосударственные договоры, они тоже должны соответствовать нашим вчерашним или сегодняшним договоренностям. Очень много места уделили мы вопросам безопасности, очень большое место. Ну и все есть с тем, что мы сегодня встречаемся, все время у нас следственные органы были в теме. И мы договорились с президентом России, что мы всячески будем в это непростое время поддерживать наших следователей, потому что и международная же обстановка к этому толкается. Вы смотрите, в Афганистане, там на юге, рядом с Афганистаном произошли события. Ираки, Сирии, Ливии, Ливане. Поток беженцев, наркотики захлестывают Россию и Беларусь. Поток идет. Бороться кому? Нам бороться, следователям бороться. Поэтому роль очень возрастает органов следствия, органов предварительного дознания. Будем работать вместе. На нас вы можете всегда рассчитывать. Вы правы, новые виды преступности появятся. Экстремизм, терроризм, к сожалению. Этот афганский синдром повторяется уже. Мы это уже, вы правильно сказали, в России уже начинаем чувствовать. И вы говорили об этом в одном из интервью недавно, что и Беларусь начинает это чувствовать. Именно поэтому мы сегодня будем подписывать новые протоколы о сотрудничестве между нашими следственными комитетами в имя нашей общей победы, которую мы должны обеспечить на фронте борьбы с преступностью. Александр Лукашенко тепло поздравил глав ведомства двух стран и всех причастных с наступающим профессиональным праздником Днем работника следственных органов пожила в крепости духа. И сегодня для гостей также организовали экскурсию по Дворцу независимости. Первое впечатление, конечно, потрясающее. Очень впечатляющее здание с национальным колоритом. Очень приятно здесь находиться. По общим взаимоотношениям у нас все в рабочем порядке было хорошо. Единственное, что усложнило ситуацию, это пандемия. То, что мы не могли. Достаточно давно у нас здесь не было. Мы не приезжали, наши коллеги не приезжали к нам на Москву. Поэтому только сложности с пандемией, наверное, какие-то проблемы, остальное все в рабочем порядке было исполнено. Гости узнали интересные факты не только о политических событиях, которые принимал Дворец независимости, но и стройке статусного здания. Здесь появилось много новых экспонатов, в том числе съедобных. Сейчас сезон лимонов и апельсинов. Сотрудники Следственного комитета России пошли по всем знаменитым залам, посмотрели, как подготовлен любой кабинет к совещанию или встрече зарубежных гостей. О впечатлениях этого дня, конечно, будут напоминать памятные снимки. Спасибо.